Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня за богослужением читаются два евангельских зачала. Первая святительская от Евангелиста Луки, глава 6, стихи 17 по 23, посвященная памяти святителя Спиридона. И дневное зачало того же Евангелиста с 37 стиха 21 главы по 8 стих 22 главы. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Во время Оно, Бе Иисус, во дни во церкви уча, Ночью же исходя во дворяшеся в горе нарицаеме Елеон, И все люди из утра прихождаху к Нему во церковь послушать Его. Приближавшись же праздника преснок, глаголем и Пасха, И искаху архиереи и книжницы, какобы убили Его, Бояхусябо людей, в ниде же сатанавой Иуду нарицаемого искрёт, Суща от числа обою на десяте, Ишет глагол архиереем и воеводом, Како Его предаст им? И возрадовавшися, и свящаши Ему сребреники дати, И исповеда, и искаши у дон на времени, Да предаст Его им без народа. Прииди же день пресноков, Вон же подобаши жрети Пасху, И посла Петра и Иоанна рек, Шедша, уготовай-то нам Пасху до ямы. Прочитаем вместе этот текст в русском синодальном переводе. Днём он учил в храме, А ночи, выходя, проводил на горе, Называемой Елеонскою. И весь народ с утра приходил к нему в храм слушать Его. Приближался праздник опресноков, Называемый Пасхою, И искали первосвященники и книжники, Как бы погубить Его, Потому что боялись народа. Вошёл же сатана в Иуду, Прозванного Искариотом, Одного из числа двенадцати. И он пошёл и говорил с первосвященниками и начальниками, Как его предать им. Они обрадовались и согласились дать ему денег. И он обещал и искал удобного времени, Чтобы предать его им не при народе. Настал же день опресноков, В который надлежало заколать пасхального агнца. И постал Иисус Петра и Иоанна, Сказав, Пойдите, Приготовьте нам есть Пасху. Пасха от еврейского Пейсах, Что значит исход, Была самым главным торжественным праздником у иудеев, И совершалась в период с 14 по 21 Ниссана. Это иудейский месяц лунного календаря. В память исхода еврейского народа Из египетского рабства. В ту ночь 14 Ниссана Ангел смерти поразил первенца сына В каждой египетской семье. Но прошел мимо всех домов иудеев, Потому что косяки и перекладины дверей домов Были помазаны кровью жертвенного агнца. В тот вечер иудеям нужно было так торопиться С последней трапезой, Что у них не было времени испечь заквашенный хлеб. И они ели опресноке, То есть пресный хлеб. К Пасхе тщательно готовились. За два дня до Пасхи Во всех домах проводили обрядовый поиск закваски. Глава семьи брал свечу И торжественно обходил в молчании дом, Заглядывая в каждый закуток И выбрасывал последнюю закваску. В 10-й день Ниссана Отцы семейств должны были избрать По однолетнему агнцу без порока, Который и приносился в жертву В 14-й день во дворе святилища, А затем запекался. Приготовленного агнца ели полностью, Не оставляя ни костей, ни жил С пресным хлебом и горькими травами. Это вкушение начиналось тотчас По захождении солнца Вечером 14-го Ниссана. Прежде всего приступали к чаше, Наполненной вином, разбавленным водой. Воздав хвалу Богу, Глава семейства пил из нее, А за ним по очереди все присутствующие. Это называлось первая чаша. После этого умывали руки, Благодаря Бога. Затем начинали понемногу Вкушать пасхального агнца С пресным хлебом, горькими травами И густым соусом из фиников Смок, винограда и уксуса, Произнося словословие. Всего за пасхальные трапезы Поднималось четыре чаши вина, Употребление которых разделялось Так называемыми аллилуйями, То есть псалмами пророка Давида Со 110-го по 118-й. Глава семейства Обязательно рассказывал детям Историю еврейского рабства в Египте, Избавление от него И установление в память Этого праздника Пасхи. Возвышая пресные хлебы И горькие травы, Он объяснял, Что первые напоминают Поспешность бегства евреев Из Египта, А последние горечь Египетского рабства. Эта пасхальная вечеря По общему убеждению литургистов Легла в основу нашего Чина христианской евхаристии Таинства Причащения. Приближался праздник опресноков, Называемый Пасхою, И искали первосвященники и книжники, Как бы погубить его. Боясь возмущения народа, Который мог вступиться за Господа, Они решили взять его хитростью В тайне от народа И после праздника. Но, найдя предателя, Они, одержимые неистовой злобой, Не стали ждать окончания Пасхи. Иуда ожидал от Господа Иисуса Христа земных благ, Мирского богатства и владычества. Его крастолюбие теряло терпение, Видя полную нестяжательность учителя. Досада на Господа, Обманувшего, как ему казалось, Его надежды и желание Использовать хоть какой-нибудь Случай к наживе, Сделали его предателем. Уже зная о решении Синодриона Схватить Господа, Он пошел и говорил С первосвященниками и начальниками, Как его предать им. Архиепископ Аверки Таушев Отмечает, Поэтому ему и назначают в общем Совсем ничтожную сумму, Цену беглого раба. Такую цену положили, По-видимому, чтобы показать Все свое презрение Господу Иисусу Христу И в расчете на скупость И сребролюбие предателя, Который не станет торговаться. Иуда действительно оказался Сговорчивым, Не требовал большего, И искал удобного времени, Когда можно будет схватить Господа наедине, Без обычного окружавшего Его народа. Таким образом, Он сделал свой нравственный выбор, Впустив в свое сердце Сатану. Строки сегодняшнего Евангельского чтения, Дорогие братья и сестры, Говорят нам о том, Что только мы сами Можем решать, Будем ли мы инструментом дьявола, Добровольно пуская его В свое сердце Или будем орудием В руках Бога, Словословие его И воздавая ему благодарение. Нам же остается сделать Правильный выбор. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи!